Шаг четвертый. Прищипываем свечки. В мае еще не одревесневшие зеленые побеги сосны, которые называют свечками, обрезают секатором или прищипывают вручную. Весенние прищипка хвойных это главный навык для их формирования, потому что прищипкой мы контролируем и рост и направлений, как следствие внешний вид всего нашего дерева. Принцип прищипки, как и все гениальный прост, чем выше покроней мы поднимаемся, тем сильнее прищипываем побеги. Вот эти слабые горизонтальные побеги на нижней ветке мы обрезаем совсем немножко меньше, чем наполовину, то есть оставляя половину побега, для того, чтобы придать густоты и мощи вот этому нижнему нашему ярусу. Вертикальные побеги, они нам не нужны, мы их здесь обрезаем сильно. Стараюсь работать так, чтобы не задеть хвою. Приmansерие чипы будут пахать так, чтобы не с украшить и исчезать время. Силу верхних ярусов мы наоборот уменьшаем за счет сильного укорачивания свечи, которые мы обрезаем больше, чем наполовину. Это касается вот таких вот сильных, мощных горизонтальных побегов. А вертикальные мы либо пытаемся положить, уложить в горизонталь, вот так вот, и если они не укладываются, то обрезаем их еще сильнее. Чем ветка сильнее, тем больше мы ее подрезаем. Так, вот эта у нас ветка никак в горизонталь укладываться не хочет, хотя нет, вот можно вот так вот уложить ее. А то хотел ее убрать вовсе. Вертикальные ветки мы подрезаем сильно, еще сильнее, либо убираем вовсе, потому что нам нужно создать горизонтальную плоскость вот здесь. Вот так вот должно быть все. Если есть где-то сильное загущение, например, вот здесь вот я вижу у нас, то мы его тоже убираем. Там проекции пересекаются, здесь веток сильно. Поэтому вот эту ветку можно вырезать. Она нам здесь не нужна. Сильнее всего я прищипываю макушку, где у нас сосредоточены все силы нашего дерева, они все приходят сюда, и контролировать рост их очень сложно. Поэтому здесь я вставляю только самые слабые ветки, а сильные либо прищипываю, либо удаляю под ноль. Шаг пятый. Прореживаем хвою. Молодые побеги сосна образует на месте хвоинок. Поэтому прореживая хвою, мы тем самым регулируем появление новых почек, новых побегов, и регулируем густоту всего нашего дерева. Чем больше на ветке хвои, тем сильнее у нее энергия роста. А выщипывая хвою, я перераспределяю эту энергию на более слабые части растения. То есть вот, например, на вот эту ветку, которую мне нужно будет отрастить. Принцип выщипывания достаточно прост. Чем сильнее ветка, тем больше мы ее выщипываем. И наоборот, слабые ветки мы выщипываем меньше, либо не трогаем вовсе. Но вот эту ветку я трогать не буду. Процедуру это проводят осенью, поэтому я выщипывание проведу на примере одной вот этой вот ветки. Не буду выщипывать все. Понятно, что выщипывать нужно избирательно, так чтобы не оставались совсем полностью голые ветки. Такое прореживание хвои предотвращает грибковые заболевания, где есть у нас загущение, ну вот как здесь, например, увеличивает доступ света, проветримость кроны и как результат положительно сказывается на здоровье всего дерева. Вот так выглядит наша сосна после прищипки и прореживания. И не бойтесь резать макушку, сюда приходят все соки растения, и она быстро отрастет, хотя сейчас и кажется непропорционально лысой. Вот так вот выглядит ветка следующего яруса, пониже. Пусть вас не пугает паутина из веревок, потому что ветка взрослая, ей уже раз, два, три, четыре года, и по-другому ее никак не удержать. Видите вот эту ветку, которая в центре находится? Я ее специально не прищипывал, у нее остались длинные приросты, для того, чтобы она вытянула лапу нашу вперед и образовала правильный треугольник, а не овал, как вот сейчас у этой лапы есть. А соседние с ней ветки, наоборот, сильно прищипнул, вот видите, и проредил на них хвою, вот на этой и на вот этой ветке, тем самым перераспределив энергию с вот этих веток соседних на вот эту вот центральную, которую я и хочу вытягивать вперед. Как прищипывать, надеюсь, понятно, ничего сложного в этом нету, вы просто секатором или даже руками отрезаете лишнюю часть свечки, которая не нужна, а для прореживания достаточно взять хвою у основания ветки, у основания пучка, в пучке сосны обыкновенные, две хвоинки, и просто прокручиваете, и хвоя остается у вас в руках. Правила буравчика соблюдать необязательно, можно крутить в любую сторону. Шаг шестой. Гнем ствол дерева. Некоторые стили бонсай изгибают не только ветки, но и сам ствол дерева. К сожалению, сделать изогнутый ствол из нашей сосны уже не получится, она большая, а вот как работать с молодыми деревьями, я вам сейчас покажу на рисунке. Некоторые виды садового бонсай подразумевают изогнутый ствол, который редко встретишь у деревьев в дикой природе. Для создания такого изгиба дерево изначально сажают под углом горизонту и, используя растяжки и распорки, за два сезона роста формируют изгиб, как это показано на рисунке. Шаг седьмой. Готовим нашу сосну к пересадке. Пересадки сосну мы готовим постепенно, обрубая корни по периметру ее кроны. Взрослые дерева мы готовим к пересадке в два этапа. Весной мы обкапываем сосну по периметру кроны на 180 градусов. Где-то получается примерно сантиметров 50-60 от кроны. Обкопали. А осенью, осенью или следующим годом, мы обкапываем вторые 180 градусов и уже наше дерево готово к пересадке. При пересадке дерева важно соблюдать расположение по сторонам света. Если вот эта ветка смотрит у нас на юго-запад, то при пересадке на новом месте она также должна смотреть на юго-запад. Тогда дерево у нас не будет болеть и быстро приживется на новом месте. Шаг восьмой. Защищаем нашу сосну от болячек. Опрыскивание дерева однопроцентным раствором бордовской жидкости вместе с кошением травы под деревом и мульчированием приствольного круга поможет предотвратить самое распространенное грибковое заболевание у сосны – ржавчину. После обрезки для профилактики грибковых заболеваний на хвойных хорошо помогают двухкомпонентные фунгициды типа Ордан, но сейчас у меня под рукой их нет, поэтому я использую бордовскую жидкость однопроцентный раствор. Шаг девятый. Ребята, закругляемся. Тот, кто дошел со мной до этого момента, может выдохнуть. На этом формировка нашего бонсая закончена. Теперь нам остается лишь привести в порядок территорию, скосить траву, убрать лишние кусты и замульчировать приствольный круг нашего бонсая. Ну вот, мы выполнили все девять шагов. На этом наша работа закончилась. Нам осталось лишь замульчировать приствольный круг у дерева и привести территорию в порядок. Ну и две нижних ветки я подвяжу чуть позже и обязательно вам покажу. С этой сосной я основные работы уже закончил, но если какие-то вопросы у вас остались и что-то непонятно, обязательно напишите мне в комментариях. Лайки и подписка, конечно же, приветствуются. А в следующий раз я займусь вот этим вот деревом. В следующем видео буду формировать огромный зонтик из вот этой вот сосны. Что получится, еще пока не знаю, но ссылка будет точно в описании к этому видео. Пока-пока, увидимся.